Руководитель управления Роспотребнадзора по Карачево-Черкесии Сергей Бескокотов подробно рассказал о проделанной сотрудниками работе в 2014 году. Были затронуты вопросы всех сфер жизнедеятельности. Это и реализация майских указов президента России, повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности ведомства, организация проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, инфекционных и других заболеваний, защита прав потребителей и многое другое. Улучшение качества почвы серединных территорий по микробиологическим показателям. Увеличение объема исследованной почвы серединных территорий по паразитологическим показателям на 18%. Отсутствие выявления нестандартных результатов исследования почвы по радиологическим показателям. Улучшение качества питьевой воды и распределительной сети по санхим-показателям удельный вес нестандартных результатов снизился по 2013 годам на 5,7%. Нестандартных результатов радиологических исследований питьевой воды не выявлялось в течение ряда последних лет. А также отсутствовали выявления нестандартных результатов радиологических исследований питьевой воды также в течение ряда последних лет. Сергей Бескокотов рассказал и об основных запланированных мероприятиях. Участники совещания выдвинули предложение создать при Роспотребнадзоре общественный совет, способствующий рассмотрению и урегулированию важных вопросов. Хотел бы отметить, конечно, что сегодня Роспотребнадзор – это один из органов восьмой архитектуры, функционирующего на территории Крылья-Черкарской республики, которые те задачи, которые переработали со службой, стоят, выполняют полную мобильную. При Роспотребнадзоре работает общественная приёмная, которая осуществляет приём и консультирование граждан. Так, в прошлом году за помощью обратились 268 человек. Участники совещания дали высокую оценку работе Управления Роспотребнадзора по Крылья-Черкесии. Председатель Общественной палаты Республики Вера Молдаванова выдвинула предложение о сотрудничестве. Было также отмечено, что в целом эпидемическая ситуация по инфекционным болезням благодаря проведённым мероприятиям остаётся стабильной. Благодаря тому максимальному охвату вакцинации против гриппа и благодаря той разъяснительной работе, которую мы с вами проводим, я думаю, что это имеет важные значения в той эпидемиологической благополучной установке, которую мы наблюдаем. Ну, я хочу и вам, и нам пожелать в дальнейшем, чтобы наше сотрудничество только укреплялось, чтобы та помощь и взаимопомощь, которая здравоохранение и Роспотребнадзор оказываем друг другу, ещё больше была, и это только будет на пользу нашему общему состоянию здоровья нашего населения. Елена Прокопенко, Рашид Токов, Вести, Карачева, Черкесия.